коллеги привет мои хорошие у меня сегодня такое классное настроение мне так нравится этот цех где мы снимаем кто следит за каналом те помнят мы уже в начале весны снимали уже в этом цеху несколько видео это у нас есть такой один знакомый хороший его зовут дмитрий дмитрий огромный привет тебе он нам предоставляет этот цех цех ну просто класс я просто радуюсь когда мы здесь снимаем в общем парни сегодня будет видео по просьбе одного нашего подписчика он написал комментарий попросил показать как полуавтоматом положить сплошной шов катетом 10 миллиметров 10 миллиметров катет это понятно что не тоненький металл да это не двойка не тройка я вот нашел металл толщиной 8 миллиметров видите такую тавровое соединение собрал и попробую заварить вот это сплошным швом катетом 10 миллиметров у меня единственная проблема что у нас в полуавтомате проволока 08 я бы конечно поставил сюда хотя бы миллиметр это было бы гораздо проще 08 сложно такие большие катеты ложить но я попробую хочу сказать пару слов перед сваркой партии вот обратите внимание место сварки я зачистил поставил зачистной круг потому что металл если вы обратите внимание видите вот здесь зачищен а здесь он покрыт такой корка это такое шлаковое образование ржавчина металл может на складе лежать образуется такая корка и полуавтомат не любит грязного металла полуавтомат любит чистый металл поэтому вот у меня на работе перед сваркой металл весь проходит через дробимет здесь дробимета у нас нет поэтому я взял болгарочку и зачистил можно конечно варить и не чистить металл грязный металл тоже будет вариться но красивого шва вы не дают не добьетесь когда идет сварочный процесс полуавтоматом вот горит дуга подается проволока и металл должен вплавляться в основную металл а вот это вот покрытие все грязь которая сверху металла вот эта вся грязная корка она не дает металлу вплавляться и металл вместо того что вплавляться в основном металл начинает наваливать вот такой валик начинает идти вот так неравномерно накладываться шов это очень некрасиво поэтому по возможности коллеги я вам просто рекомендую защищайте перед сваркой металл если хотите добиться качественного красивого шва а теперь давайте парни настраиваемся варим погнали в коллеги варить я буду углом вперед начну вот здесь и вот так пойду я как правило никаких движений горелка не делаю я настраиваю полуавтомат так чтобы он мне сам укладывал металл понимаете чтобы положить катет 10 миллиметров надо просто добавить побольше подачу проволоки чтобы проволока быстрее шла побольше току и он сам будет укладывать катет 10 даже 12 я думаю все будет четко у меня нет катетомера к сожалению но я линеечкой примерно вам покажу катет в общем давайте мы ставим фильтр фильтр и варим коллеги вот видите аппарат сильно трещит надеюсь меня слышно видите я никакими никаких движений горелка не делаю его надо аппарат настроить чтобы он там укладывал металл как надо вот это просто в виду горелочки тут надо следить чтобы чтобы шовчик ложился ровно укладывался чтобы был равномерный провар чтобы по всей длине шва был одинаковый катет за всем этим надо следить но это все приходит с опытом чем больше трактики тем лучше будет получаться вот так он сам металл укладывает вот так вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня нет катетомера, парни, но я могу линеечкой попробую сейчас вам притулить. Здесь даже 12 миллиметров, ну 11 точно. Парни, поверьте мне на слово, 10 миллиметров здесь катет есть точно, однозначно. Если не верите, ну просто я прям специально, пишите в комментариях, я даже ее разрежу и найду катетомер, замерю. У меня уже глаз на эти дела набитый. Парни, вот вам поближе я поднес, чтобы показать, чтобы вы посмотрели. Видите, ровный идеальный шов. И с другой стороны я тоже варил, это я тренировался. Ну подбирал ток, ну как-то подобрал с первого раза. Вот такой результат мы, парни, имеем. Коллега, который задавал мне вопрос в комментариях. Надеюсь, я доходчиво все объяснил, показал и рассказал. Ничего тут сложного нет. Главное в этом деле настроить полуавтомат, чтобы он ровно варил, идеально укладывал металл. И тогда уже просто введем горелку по металлу и все будет четко. Ну что, интересно, надеюсь, получилось видео. Давайте надолго не прощаемся. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал. Всем пока, увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok